В доту нового героя. Новый герой Эррор. Он может. Он может ломать. Мне кажется, давайте придумаем скиллы для героя Эррор. Ну, ультимэт у него по любасу, он выбрасывает на рабочий стол. Нет, это пассивная способность, шанс при ударе этого героя, что вы вылетите на рабочий стол. Нет, точнее, что дота у вас свернется. Вот. А ультимэт, что вы вылетите на рабочий стол. Эррор. Еще, значит, активный скилл. Герой Эррор кастует. И у вас, допустим, ломается оружие. Обезоруживает. Ну, Эррор, ошибка. Нормальный, по-моему, скилл. Обезоруживает. Дизарм, короче. И еще один активный скилл. Он Эррор. Запутывает вам познание. 30 секунд до начала сражения. И вы что? И вы начинаете, допустим, атаковать своего союзного... ...героя, допустим. Ну нет, хотя это как у Виверны получится. Ладно, тут уже начинается сражение за руну. В общем, ваши варианты welcome. Так, бьем, бьем. Бигдум, нормально. Так, забудь тут свою команду. А там болеешь. И котел-то вдувает просто-напросто. Вот так отлично. Обарашу больно. Обарашу сейчас убьют. И он не разменивает. И он не разменивает. На Сонлайта 2 в 1 пока разменивает. Ну, за Джекалом. Да, Джекал ускоряется. Замедляет противника. И бегут у них. Котел-котел-котел-котел-котел-котел-пчих. Ну, на 100 урона в Мэтриман. Ну, вот вам один. Вот проблема у пацана в том, что 10 брони, а 400 хп. 10 брони, представляете? 38 уже сопротивление физурона. Он еще щеточек купил. То есть, ну, 40% в итоге, да? Попробуй, попробуй, пробей. Так, ну у нас в центре алхимик против Варлока. Вот так вот у нас получилось все-таки мы с вами примерно правильно предположили. Сонлайт против Бараша. В сложной линии у нас Рекавери с Парейшеном и с Котлом. То, тоже это было понятно. Но вот это не против Джекала, который вместе с Варлоком. Ну, в общем, мы все, в принципе, правильно посмотрели. А здесь Трон слишком широком. Хотя единственное, что думал, что Варка все-таки пойдет в сложную, но она пошла в легкую. То есть, у нас не совсем все правильно. У нас Кэрри все-таки Варка, а не Террор Блейд. К Террор Блейду там уже как-то меняли скиллы или выпилили с Кэптонс Мода. Что-то там. Давайте смотреть. Рефлекшн. Ну, создает двойника и замедляет. Замедление передвижения 25%. Замедление атаки 25%. Здоровье, урон двойника, ну, там, 100%. Время двойника 5,5 секунд. Плохо, что это двойника атаковать нельзя. Да, это проблема. Так, теперь имидж создает иллюзию, которая носит урон. Но все то же самое, да, урон по иллюзиям, там, бла-бла-бла. И превращает в могущественного демона. Все вроде бы так, как и было. Длительность там получает до прон, до прадиус атаки. Ну, а это Сандер, как бы, у меня здоровье. Рано. Ну, окей, может быть, ничего еще не переделали. Так, у бараша медалька и спрей. По единичке пока третьего левела нет, поэтому не знаем, будет ли вторая медаль, будет ли второй спрей, а может быть, первая колба будет. Взял он шедочек, ну, вообще, вот, никто не напрягал в центре, ну, варлок-маре может его напрягать, потому что у него имеется возможность бросать, ну, фатал-баунс это ладно, но, как бы, вот, реген. Реген, брат, это либо на тебя, либо на противника и снимать хп-шечку. Кстати, очень неплохо, стоит 9 на 7, что эти Санлайта добивают, убивают, алхимика, бараша. Сейчас явная проблема с этим. Он спрейтом помогает, вот, по-моему, даже двух крипов спрей сейчас забрал. Жена, это пытается. Алхимик. Санлайта убивает. 10 на 8, ну, слушайте, шикардосик-то у него, все. Лешачок сейчас тут помешает, чеширчику. Так, молния. Ага, из Тана попал. Ну, да, они тут, как бы, немножко эти жизни спортили, два компа заблочили, но, опять же, есть еще в Нигмы вот этот вот, и весьма приятный наверху, тем временем. Так, пауэршот по аппарейшену, да, котел пока без, ну, второй левел, без Монолика, если вы хотите за руну драться, естественно, надо, наверное, качать элементы, но можно и Монолика. С Моноликом это очень полезный скил, архиполезный. Есть одна проблема, что у него ренч на первом левеле очень маленький, там пока 500 ренжей вроде были, сколько там, 50, да. Потом 1000, то есть это на максимальном, да, но вот в начале сложно, то есть надо подходить, там, больше, чем в расстоянии атаки, соответственно, подставляться. А это не всегда, как бы хочется, на самом деле это вам никогда не хочется, особенно котлу, у которого там один брони и 450 хп на втором левеле, да, вы видите? Это прям, что у него еще и брань, через который 19 хп дает, так, а тут, по-моему, уже иллюзии начинают ломать что-то, что-то они, да, поламывают. Как бы пуш, потенциал есть у обеих команд. Здесь есть, как бы, алхимик, котел и Энигма, а у противников есть Титрор Блейд, Варлок и Своярка, еще и Лешрак. То есть, по-моему, деле товара можно убивать, и тем и другим. Так, перемещается, Аинш Топорейшн, хоть Владеппо Тавр, еще Энигма там подошла. Слушайте, и получается же отогнать, очень серьезно, у нас сам, сам аппарат попал, Бигдаму, что тут погоня так, зачихнул котел, но, в общем-то, как-то не спасло. Алхимика, погибает он еще раз. Так, Фантомка, конечно, вот с этим вот Орбуфиномом, такая просто заразючая. Просто кинжал замедляет, да, на этот процент, еще и плюс яд, вот, замедляет, ну, просто вообще невозможно против нее стоять. А если у вас есть какой-нибудь котел, да, который может накрутить, да, вот там, 2 секунды, то есть, он бросает кинжал, вы замедлены, да, на 2 секунды уже на втором левеле, и он очень серьезно вас может, как бы, прохарасить котел, да, то есть, у вас замедлила Фантомка там, плюс еще яд, вы пока там бежите, пока вы там делаете два своих шага, уже там у вас волна залетает. И вот таких 2-3 как-нибудь Ньюка, и, собственно, все. И вы уже вынуждены бежать там на фонтан, куда-то там лечиться, пользоваться хилками и так далее, и так далее, и так далее. В начальной стадии вообще весьма полезен артефакт Орбу Фенома, особенно для таких персонажей, которые на самом деле милишны, да, но в то же время и рейнжевой, и за счет вот кинжала может на довольно далекое расстояние забрасывать свои кинжальчики. Почему Баунти Хантер постоянно покупают, да, Орбу Фенома, потому что и Орбу замедляет, и еще и Джанада замедляет. Подрезание сухожилий. Так, ну что ж, погнали Фантомку. Не по шансам пока ей здесь стоять, одной против двоих. У Бараша вроде что-то начала получать 5-24 криппаунт, там практически сравнялся с Варлоком. Ну, Варлок, конечно, 15 за динайл, но... Колба, 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 ага, ой-ой-ой-ой, а там же сейчас еще может прийти сверху Голема, Голем уже летит, Голем выехал! Вот этот Голем так, чху, говорит, Котл, но вот сейчас придет Голем, еще и с броней, и чху будет уже говорить Таверу. А, они хотят, они хотят, но это далеко, а хотя нет, тут Мэтрим на хосте, Мэтрим, так, пытается убить Джейфор, Джейфор очень серьезно пострадал, и Пайп. Перелетела Фантомка, в итоге они возле забирают плеча, а вот теперь как отсюда уйти? Так, 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 есть ТП, я самодалеко, глубоко зашел, за ним-то погоня Бигдум, вот он Бигдум, там еще и за ним Варлок, пытается замедлиться, надо салата замедляют, еще и тычка с руки одна, но дальше, еще вторая, но нет, это уже все, это уже все, а вот Голем повернулся на центральной линии, Голем повернулся в сторону Бигдума, но нет, скорее всего ничего не произойдет. Так, так, наш играл, что там прогнать таких неугодных нам саппортов, которые могут помешать. Кстати, давайте проведаем, как там дела обстоят, тут Террорблейда, нуу, Террорблейда, брассер, и на путь к барабану, броню уже 15, 50% сопротивления практически урона, ну, 47, до 50, еще там пару брони надо поднабрать, и, ну, реально, вот, Аклана, 53, то есть попадает на 25, а щит может заблокировать, да, там 20, то есть на 5 урона. Эх. Так, ну, Вард поставили агрессивный, соответственно, видно, там, как фармит, бараш, так, бараш, 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 крипа, ну, не добил, не добил крипа, драться не хотят. Хотя, 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 ну, лично, дай, ну, дай, что-то, почему, что-то, что происходит, не было, наверное, новое, есть колбас Санлайта, ультимейта нет, там, чихи заходят, чихи пробивают, ок, 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 измельчивает Метрим, прилетела Фантомка и бьет просто Санлайта, ну, вот так вот. Забрала, сейчас можно еще Метрим попробовать, так, вот, кинжальчик, посмотрите, он просто стоит на месте, 142, под себя надо ставить, отнять станк, и вот, влетела в него калма, можно дальше прыгнуть подраться, ну, нет, не рисунок, не захотел. То есть, это как будто бы не 100, но достает, так же, как и стан, ты вроде двигаться можешь, но реально ты сделать, ну, не на что ты не способен практически. Скиллы, конечно, можешь кастовать, но далеко ты не убежишь. А там-то потом замедлять будет на 3 секунды, а потом на 4 секунды. А, Орбов Вином здесь 3 секунды, а, нет, 4, 4. Я прочитал Орбов в секунду 3, а здесь 4 секунды. Так, это я пропустил здесь Энигму. Но, зато мы знаем, что за него получил 290 голдишки Варлок. 4 на 5, так, тут нашли Рекавери, и, ага, его тоже самого замедлили, лечить, лечить, ну, тут никуда не денется, девчушка отправляет ее отдохнуть самым, точнее, наверное, с прямым рейсом. Так-то скромненько вот сейчас, Бараш, скромненько. На 10-й минуте приобрел медалечку. Так-так-так-так-так-так-так-так, что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит Эйдалоны против Джакала, а внизу у нас происходит очень много иллюзий, плюс лечь против котла и тавера. Ну как, очень много, это было вроде 3, но теперь уже не одной. 20 брони, лоу. 64 сопротивления. Этого парня, конечно, руку ковырять не перековырять. Представляете, еще им какой-нибудь вейжен взять, да? Вообще катастрофа. Прямо драгонайт, только вот драгонайту надо прям совсем пассивку вкачать на полную, да, и еще на керасу собрать, а этого еще не надо просто левел. Просто нужно, но хп мало. Мало хп, поэтому вот статовые билды для Таржаблэда сломаем, там он заставил барабан, скади, эти артефакты как нельзя лучше к нему подходит. Ой-ой-ой, кто же здесь? Здесь рекавери. Рекавери бежит. Рекавери. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну против троек, а что-то здесь что? И стал им попадает, Мэтрин вообще красота. Не заслуживаешь этого, вот так вот Джакал говорит, сколько можно-то. Проиграли вам в прошлый раз. Надо уже выигрывать. Так-так-так-так-так, ну вот и чуть хочешь выиграть, но для этого ему необходимо побольше, наверное, крипом, чтобы можно было чайник пустить, и он там попрыгал несколько раз. О, Бигнум он, ну Бигнум. Пускай от ультимейт на свободу, ну и ультимейт попадет в никуда. Ну вот, на самом деле, не проблема. Это Бигнум, а там, типа косый его, да, он давал его сюда, четко он там пролетал, мог бы его остановить здесь, просто что отошли герои, и в тот момент было бессмысленно давать его куда-либо уже, ну сам Бигнум, собственно, погиб котел. Бухает котел, как бы, Монолик не качает. Ну, не сказать, что это ошибка, но скилл крайне полезный. Я бы даже рекомендовал его, вообще, прокачивать на максимум, чтобы реминейт он доберется. Тем более, котел активно не пушит. То есть, они прям не идут под товара, там не дерутся, не забирают, они, по сути, еще вот что, ни одного товара не забрали, то есть. Хотя, конечно, демо же там много. Ну ладно, вот такой, чайник полетел сейчас, Валхимика, ну, как бы, но нет. Отчаяния, к сожалению, вернутся этим образом нельзя. Точно так же, как и от силы света укрепили свои сооружения. Unstable Concussion, Алхимика, точно так же, как от Деспульса, Микрофоса. Ну, еще ряд скиллов есть, которых увернуться не представляется возможным. Например, там Шейкл, кстати, вносить ВРК. КАК, но ВИЧ-ДОКТОРА нет. Ракета Гирокоптера тоже. Невозможно от нее увильнуть никак, будет вас лететь, лететь, лететь. От Крика Квапы тоже нельзя увернуться. Ну, в общем, минутка математики такая. Что ж, давайте посмотрим насчет математики, насчет общей ценности. ТС-400, здравствуйте. Тревеллаут. Барабан, щиток, так, кто у нас Лич? Лич против Фантомки. Ну, Фантомка, может, и в Солу, на самом деле, лечем сетёб. Второй удар, где Крит? Ну, Крит, Крит, ну, Крит, ну, Крит, это фигня-то, а вот Крит? Ой, ну, это был не точно, конечно, ультимейт, однако он никак не помог. Башни, все света на верхней линии, атакуют. О, такое. Что за дела? Наверное, по-другому, чтобы рандом был. Нет, совсем-совсем рандом. Придоун был чаще прокать. Как у Спирит Брейкера, 17% известнейшие. Самое забавное, что вот Блюр, это полный рандом, да, то есть, Миссы, это всегда рандом, а вот Крит, это псевдо-рандом. Энигма, встретила трону. Я, кстати, не видел ни одного Блэкхолла, я думаю, вы тоже еще не видели ни одного в этой игре. Ну, и мы все хотим увидеть, конечно, Блэкхолл, ну, хотя бы просто на него посмотреть, как он там, какой же, как это Блэкхолл, так, сейчас погиб. Констатация факта, но больше ничего не остается. Ох, Криты залетают, Джокала. Вот они, Криты, когда не надо. Хотя, в принципе, Криты всегда надо так, Тавр 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 Тавр. Забрали, и чайник в Рикавери, ну, ох, вот-вот он Шайкал. Хотя, а почему не связалось с далекою, слишком был бедным или что? Странно. Вроде как они так прямо рядышком-рядышком были, но, по-моему, там бы не забрали все равно, потому что уже не было видно, они не рискнули за хайграунд. Как бы там ни было, 4-10, такой вот у нас счет. По графикам давайте, наверное, проверим, какая история по графикам. По графикам тоже история в пользу команды Пиди. Ну, что ж, пока что рандом не столь благосклонен к Аркейд, как про Дота Тим. Так, вот это хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Но, ну, где же Блэкхолл-то? Вот была вообще Сенигма-то с Блинкдаггером, это было бы эпик. Центральной линии атакует. Эрик Давидович. Рошан убит силами тьмы. Имморталит. Ну, больше ничего не смогли предложить Аркейд. Вот в этом эпизоде, конечно, под Блэкхолл, да задуть этим вот 4-м иллюминейтом. Эх! От демиджа. Тут надо как-то, что надо? БКБ надо, наверное. Еще с этим големом адским, что надо придумывать. Т-вы убивать. БКБ и драться? Тут, на самом деле, вот Аркады сам, им бы не драться, им бы сейчас фармить. Пушить они не пушат, пушить не могут. Драться они тоже не могут, естественно. Поэтому, чем дольше сейчас ПД, тем выгоднее для Аркейд. Ну, ПД-нара тоже выгодно, потому что они там, как бы, жирнее и жирнее. Посмотрите, да, вот уже Яша, например, появилась. У Трррбэда там скоро. Таша Яш, либо там осталось, что там вывезет себя. Противник-то как бы не дремлет. Так, Энигма с Мекказмом. 17 больше, чем 15. Ну да, так и есть. У Спирит Брекера был прям рандом. На псевдо-рандом. Слишком жесткий, рандом слишком жесткий. Так, 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 чтобы такого придумать. Ну, есть как бы смол, да? Ну, развеялся. Ну, лично, дай, дай, тут, 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 тут прям бы вообще двоих бы убил. Так, 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 нашли Мэтрима, прыгать, алхимик, окей, колба полетела, чайник тоже летает. О, хорошо, хорошо, чайник, чайник, ой, сверху Галента приземляется, чешира, чешира, просто потрел, аварька, пробила на его, а внизу, а внизу был, а Егис, теперь его нет. Но вам скоро еще здесь остается пытается сделать ТП Биггнум Дота, и Биггнум Дота делает ТП. All right. Ну, пока все просто для Пиди, пока все значительно, значительно, лучше складывается для параллений из этой вот конкретно команды, чем для аркейд. виноват ли рандом или скилл, мы уже не узнаем, наверное, у каждого в своем. Нет, будет. Так, 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 замедлили, котел задувает, много дэмэджа вносит, хорошо, так, прыгаем, 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 и ультимейт, это протоценно, этот раз точно, и забрали, пока барлока дальше, наверное, не пойдут. Нет, не пошли. Котел пока без ульты. Не стоит забывать, насчет котла, что чакра-то уменьшает кулдаун, ну, сейчас на 4, да, потом будет на 5. То есть, можно пару скилов каких-то башню сил тьмы, какие тут мало откатываются, ну, допустим, даггера можно 2 бросить. Очень большинство. Башню сил тьмы на верхней линии разрушен. Аппарат, ну, вортекс, он как бы не нуждается, но хотя, может, даггер не надо там слишком уменьшать. В общем, что-то, что-то можно придумать, какую-то комбо-бомбо, с этим прям 2 быстрых скилла, каких-то, что-то можно, если бы, конечно, можно было 2 быстрых black hole, а здесь, к сожалению, black hole, только большой кулдаун, быстро выехал, не сказать. Даже имеюще, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот быстро пытаются убить бараша, но не отдается бараш. Башню силы нашел котлещи вард, вражеские и раздевардел. гоним уже есть или еще нет был медас поэтому пока мы выходим лишь вагоним но он будет уже очень скоро учитывая что 2000 на руках у санлайта есть так прилетела формату ты какая-то у нас ну так наверно должно было быть вот сутки одна команда и дела чуть похуже так что тут что кто здесь здесь каври на бкб ну блин блин крипа прыгая да дальше бежать в рк бежит файзы проражала ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой котел вот но вот он вот самый монолик который как бы мог но мог бы помочь больше левела раньше бы джакала котел застал в этом скиллом возможно вы джакал не убил бы голем приземляться на голову и нигма не знаю что делать блогового кастует хорошо в санлайта входит че и благо ты стал лайк погибает но в то же время не сгибать возвращаться форматами големчика стан по брошу голема не отдают или отдают я не понял но голем погиб наш носился перестал существовать давать уточним м13 но теперь что ли только боя посмотрим заработали да кстати мой противник тоже особо не потерял почему-то и мы потеряла но остальные заработали но остальные заработали так но пока у вас тут происходит битва мнение чате кто же победит все таки иди или аркейд давайте проверим сколько брони все но сейчас конечно слово потеряние урону и количество брони не так быстро там увеличивается как на начальных лвлах но она уже довольно существенно 57 процентов вроде как неплохо этого должно хватать так тут вот что-то вроде бласта входит санлайта что еще в него войдет так пола дикшен зачем милипайс милипайс пошел бараш дать стратегу замедлят бараш и один удар и чо а я очень заметно прыгать на ход и убьет и бьет и еще еще чуть-чуть надо еще чуть-чуть как нибудь вот такова и прыгать рекавери забирают на варлока ну как же долго он там жил сцена вся команда рекавери замедлен можно как-то прыгнуть за ним а тут уже бежит 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 верка надо связывать надол cro буквально не знаю что делать так на рекавери когда они все напасть так и делают джаккал очень фоне джаккал джаккал привязывает бараш influencer чайник для чайник а вот грамм погибали а он shading circuit рекавери бежит Joanna Tron объет тронYN все村 бежит тронК рекавери бежит рекавери очень больно рекавери о боже мой погибает скорее всего на миссу role не спасли до конца здесь противобожном управлении за бигному в улан скоро идет у него ничего нет нету печ Bella Тоже ничего нет. Так, форстап есть у J4, и поэтому выфорстапал своего коллегу саппорта И2-3. Итоговый размен, в котором заработала больше всего Энигма целую тысячу голды, и она заработала. Тысячу. А ну... БКБ, наверное, нужна. И это будет супер-мека. Ну, похоже, это супер-мека, потому что что-то летит. И... Это да, супер-мекарчи грифсы, вы поняли. Это грифсы. Угу. Ну, вот так вот решил. Чешир, что вырваться все равно он не будет. Блэкхоллы будут какие-то защитные такие давать. Ну, блин, наверное, не то, что надо. Смогли, и все-таки аркей немножко вернуться, немножко выровнять игру, давайте, наверное, графики проверим. Посмотрим. Ну, да, 5000, как бы, по XP, по голде, преимущество имеется, но преимущество... Ну, не самое значительное. Рецепт, рецепт, на БКБ еще 300 голдишки, 300, чуть-чуть, это немного, это всего лишь 300, даже меньше 200. А там криты, возможно, прокнут пару раз подряд, и этого будет достаточно, чтобы кого-то забрать. Но то же самое, я думаю, это пиде, что у них будет достаточно у кого-то голема, и тут вообще без шансов. Хотел ультимат вроде прожал, ну, просто вспышку не дал, или закончил в этот момент, не суть. Главное, что саппорт повержен, и Рошан, видимо, точно будет уничтожен. Ну, несложно, конечно, что-то сделать? Кто вообще пикет котла, третий герой? Ну, во-первых, это рандом-драм, друзья, во-вторых, ну, например, господин Пупе, и всем известно, капитану, периодически котла пика, да, вот если вам нужен какой-то, вот, какое-то имя, грубая, чтобы поверить в то, что котел не самый бесполезный саппорт, и на самом деле котел очень много может, просто надо правильное, это как вот в свое время, там, какие-то сборки на джиггернаут, да, вот, сначала его собирали, там, в БФ, вот, джиггернаут в БФ, все, потом начали вагонить, ну, это примерно параллельно было, потом придумали, что можно МОМ покупать на нем, да, и, как бы, когда-то казалось ересью, там, какой, какой МОМ, в общем, на каком же гиггернауте, а потом это стало трендом, вот, то же самое и, там, с некоторыми героями происходит, то есть, надо уметь, ну, то есть, не то, чтобы уметь, какой-то правильный подход, то есть, в определенных сетапах, в определенных каких-то ситуациях очень даже неплохо, во-первых, котел может сформить весьма, ну, нормально, то есть, ну, иллюминаетом, там, задувает, убивает, многие саппорт, например, этого лишены, оперешн, гораздо сложнее, фармить, набирать какой-то золотовалютный запас, ой-ой-ой, хорош, вот это да, не знал он, как там, трудно зацепить, в итоге зацепил его, с блика слишком был далеко, только бой не попадал, но блинком-то попал, и в итоге взрывался вместе с ним, так, 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 перевязать не получилось, БКБ, ты паут, ну, вот она, БКБ, пригодилась, вот она, БКБ, пригодилась, и пауза, Лич вылетает, пишет, коттел плюс кастер, лучше, ну, помните, те времена, вот котел с лансером, очень серьезно было все, то есть тот же коттел, например, плюс фантомка, да, то есть фантомка замедляет, котел задувает, лансер тоже самое делал, замедлял, как бы, своим там, ньюком, котел задувал, заливал ему ману, вот, так что, ну, это в дабле, да, ну, то есть в трипле, когда вы стоите, плюс котел очень кисло-моноликом всех напрягает, да, например, у стигвира, это ультимейт, да, ну, там теряется хп, котел, как бы ману, да, заставляет вас терять, но, с другой стороны, он тот же стигвир и элазор, или элазор, как правильно, в общем, они, задача их этих, скиллов, не терять там, хп, или терять ману, а заставлять противника остановиться, то есть, считайте, ну, дизейбл, причем, неплохим рейнджом у котла, тысяча, вот, плюс вспышка, офигенная штука, которую вы просто даете в толпу, там очень большой радиус, вы можете ослепить противника, у того будут миссы, там кого-то подтолкнуть, толкнуть куда-то, конечно же, у котла возможность есть призвать кого-то реколом, что тоже круто, а гоним вообще один из самых полезных в игре, то есть, постоянная, вот эта вот иллюминативная форма, котел иллюминати, и, ну, вот, просто он, ну, проблема с котлом, вот в чем, да, основная проблема, что вы раскастовываете, когда иллюминаит, вы стоите на месте, соответственно, вас можно хукануть, вас можно сан вас отвесить и так далее, а если у вас есть агоним, то помимо там всех плюшек, которые там вы и вижн получаете, как у сталкера там днем, да, то есть, ну, точнее, у сталкера ночью вы днем получаете, да, вот, в том числе вы получаете возможность кастовать, не стоя на месте, то есть, вы прожали иллюминает, да, вот, и бежите там с этой Майн-Сити где-то себе. Вот, конечно же, хил от этого иллюминаета, ну, то есть, очень жесткий хил 500. То есть, как бы, Мека там где-то уже есть, да, у Энигмы, вот, она имеется, да, лечение от способности 250, напоминаю, плюс котел еще на 500, причем, если у Энигмы кулдаун, здесь на грифсах 40 секунд, то у котла кулдаун 10 секунд, учитывая, что 5 секунд там оно раскручивается, да, заряжается, то есть, каждые 5 секунд котел может лечить у вас на 500, поэтому, ну, подошли вы к тауру, вот, да, какая основная проблема, когда вы пушите, допустим, сталкиваются две команды здесь, да. У защитников, у обороняющихся есть возможность сбегать вот сюда, на фонтан, полечиться, восполнить ману, вернуться назад, подраться. У атакующих такой возможности нет. Но с котлом она появляется, во-первых, он ману вам заливает, во-вторых, он вас хиляет. То есть, тут можно вообще бесконечно стоять с котлом, ну, как бы, можно, ну, то есть, при определенных обстоятельствах, да, там, можно, как бы, получить рп в пятерых, там, и может какой-нибудь один разрез сделать, им баспирит, всех порезать, но, в целом, гораздо активнее и дольше можно пушить, находиться вот в состоянии конфронтации, открытой с противником под его тавром, каким-либо. Так что, ну, мне кажется, один из недооцененных персонажей, как-то, например, там, Тайдхантер, да, вот. В прошлом игре, по-моему, Тайдуха, там, был, ну, просто, ну, да, его убивали. Его убивали, кто-то ошибки делал, но его крайне сложно было что-то ему, там, сделать. Он был очень жесткий, он линию против двоих выиграл, да, против спирита и против жука. Против Никса. Вот. Ну, это уже говорит о многом, да, вот. Так что, есть такие персонажи, которых, там, забывают, как-то, или, там, что-то, но они, на самом деле, не хуже, чем, или раньше, никто уже лучше. Тут уже начинается Машна. Ну, это, как бы, историческая особенность команд игроков СНГ ругаться. Сдевать фото в публике. Ну, я думаю, закончились уже. Башню силы света на верхней линии атакуют острые колки, шуточки, и теперь мы можем сосредоточиться на игре. Мараж усиливает, у него тоже теперь брони, 23, 58 сопротивление, тут чуть побольше, конечно, тут 22 плюс 10, 67. Башню силы света на верхней линии, атакуют. Ну, это с Катей будет. Это будет с Катей. Так, тут что? Тут погоня, тут за кем погоня? Ага, за котлом. Мой котел улетает! Улетает котел, котлишечка-то, а? Какой? Всего-то 758 хп, а он там просто на 2 чиха был в Р-ке. Учитывая, что у него аганим. Нет, хотя, учитывая, что... Ну, аганим там, конечно, снижает, как бы, да, вот потом будет снижение урона. Ноль, но пока еще было такое снижение, которое позволило ему выжить. В 2000 ур-ке можно начать собирать Дайдалус. Но, в моем случае, наверное, МКБ будет верным выбором, поскольку все-таки котел. Тотла никто вообще не отменял. Это вот мясами. А где там вспышка? Шанс промаха. Сколько, друзья? 80%! 80! С руки вот там, ну, попасть крайне сложно. Еще и время действия 5 секунд. Так, но... Тут уже 2000 хп. что делать? Алло, центральная? Центральная, что делать? 2000 хп, 27 брони. 10 на 16 мурашанчик? Нет, ну, ну, рашанчик, что рашанчик, просто все. Рашанчик погиб. Вот опять, да, вот эти вот сопутались широкие ладстоунами. Сопутались широкие ладстоунами. И... у Варлока скоро будет рефрешер. Вот это, конечно, серьезное подспорье, и там, какие котлы уже не спасут. Слишком много там, конечно, мы дивидендов котлу выписали, рассказали про то, какой он крутой, модный, хороший, но... Насколько бы он не был крутым, насколько бы там не был этот Black Hole, ну, мне кажется, 4 голема, 2 секунды стана, эти 4 парня жгут, бьют, ну, в общем, слишком они много пользы приносят. Вот еще, кстати, один персонаж, который почему-то не появляется, ну, или не так часто, может быть, появляется, 4 даже некрофоз, хотя нет, некрофоз, не даже, но этот некрофоз почаще появляется, например, варлок, вообще, я не видел, уже, наверное, очень много времени, кераска, алхимика, хорошо. Что с големами делать, понимаете, раньше их можно было пуржить, хотя бы, сейчас их нельзя пуржить, их просто надо, ну, терпеть, но терпеть их невозможно, их 4, 4 из ларца, как бы, двое из ларца, но ларца-то 2, когда у вас два ларца, и это слишком жесткая энигма, вот так вот, она будет собирать, как вы видите, ну, вспомнили или нет, заглядывать в лавку, Кримсон Гвард, да, вспомнил, так вот, Кримсон Гвард, она будет вспомнить, ну, может быть, да, так вот, с помощью к отлавить, еще можно отпушивать неплохо, когда он, все-таки, прокачал тебе на четверочку, замечательный скилл Иллюминейт, 500 дамаги, давайте посмотрим, сколько у крипов хп, 580, то есть, котел задол, еще какой-нибудь, эсид, про это, алхимика, и до свидос, ну, алхимик пытается что-то придумать, так вот, как-то, попушить там, чего-то, ага, мы укрепили свои сооружения, котел тоже, дует, 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 разрушена, 2тп, блин, ну, интересно, найдут его, и лет, вроде, как бы, нашли, но нет, 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 а, вот тут, кто-то, ага, котел самонит, и почти получилось, там, почти убил, в итоге, атака здесь, бегом, но, бегомом можно пожертвовать, так, а ворлок, все-таки погиб, ну, что ж, неплохо, вот так вот, может быть просто не видно работы некоторых там героев, как-то оно не так заметно, как какой-нибудь там, ну, условно, тасс, который там вкатился, шарды поставил, и ворлус панч ждал, это все видно, и все там круто, да, а чувак, который там те на линии маску заливает, на что-то там внимание не обращаются, не так заметно, с другой стороны, это не менее полезно, хотя менее, все-таки считают, раз не так часто появляется персонаж, 2000, он ничего пока хотел не покупает, наверное, байбеки, конечно же, кбх почти тоже готово, то есть, я так понимаю, мы ждем нового, ага, вот так вот, блинку котла будет, ну, может быть, да, ага, и бкб, бкб, кримсон гвард, все прекрасно, то есть, то есть, то есть, но здесь есть black hole, здесь есть фантомка и алхимика, которым бкб не страшно, бкб надо противоперейшн, и котла, и котла, окей, ладно, может быть, давайте проведаем супер керри, барабан у него уже в нуле, ну, рамоса на какой-то сатаник, не, может быть, да, на сатаник, или на тараску, по-моему, почему в конце концов нет, если ты можешь, так, 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 о, кто у нас здесь, а это бигнум же, это же бигнум дота, это же бигнум, бигнум, большая дота, большая дота погибла, но зато бкб потратил трон, что, наверное, можно считать, хотя и тут фантомка тоже потратила бкб, так, инигма, ага, так, там дали чакру, кстати, трона застанили, теперь бараш его избивает, инигма дает блэкхол, или не дает, инигма ждет, инигма, какая же она терпеливая, инигма, она не выдержала, инигма сразу избивает ей блэкхол, и расстреливать пытается, запрыгает на санлайта, рекавери его убивает, инигма-то, инигма танкует, рекавери пытается отсюда уйти, там бараш со спины, так, прыгает на леча, леча бьет, ничего очень больно, а вот они кресты полечу, 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 и все-таки погибает, на погибе трон, слишком жесткий был, посмотрите, всего, ну, ну, треть хп сняли, четвером полегли, здесь котла, к сожалению, не было, был он на фонтане, но, не факт, что, помог бы, не хватает пока урона, ну, плюс фантомка, конечно, она не била трона, бей она трона, возможно, там, как бы, что-то было по-другому, но, нет, ну, а black hole, что, black hole, надо было его давать, в той ситуации, как бы, по-другому, нельзя было зацепить, слишком много потратили ресурсов, для того, чтобы терророблэда остановить, но, хотя котел, уже он дал монолик, вот здесь, вот, оглушился, то есть, котел отступил, отошел назад, а остальные, продолжат сражаться, ну, то есть, наверное, проблема была, с котлом, или что, не знаю, ну, мог бы там еще, например, один монолик дать, то есть, еще оглушить, ну, с моноликом, видите, проблема, его надо качать, он тогда имеет кулдаун, 10 секунд, а, иначе, 16, 14, ну, все-таки, сейчас, каждая секунда, она везет, золото, мкбх, вот он, первый боевой артефакт, у фантомки, 114 плюс 141, прыгна выворот, ага, вот уже 105, ну, переключает там, ПТ, не меняется, амбарш, ну, конечно же, получение левела, способно изменить ваш демедж, 19 уже, мкб тоже, конечно, надо, вы знаете, почему, потому что есть, и винд рейнджер, а этот товарищ, еще и может, какой-то себе тоже, батерфляй собрать, ну, мне кажется, он может просто уже в жир уходить, дожди, кераса у них там есть или нет, кераса есть волхи, а тут, почти уже готова, лить, что уже с пайпом, так, амекить никого, да, нет, ну, пайп, да, тут, наверное, попали, немножко, все-таки, потому что, надо как-то, попали, защищаться, не дождались, рашан, нет, все-таки, трон, говорит, ну, когда еще раз проверю, оставлю здесь иллюзию, оп, здравствуй, друг мой, джокал, сразу сбивает линку, ну, а парейшн четко чувствует всю эту историю, и попадает туда, куда нужно, и тогда, когда нужно, однако, как бы, сыр, я еду, сам все остается, трону, и компанией, так, сыр, закалу, трону, аегис, окей, вид мкб, фантом, конечно, крайне неприятно, вот есть артефакт, который просто на корню, всю фишку, фармю, контрит, потому что, реально, у фантом, вот, блюр, это тот скил, который, вот, позволяет, идти, и там, танковать, и драться, и драться, и убивать, как это, там, есть, еще одни големы, шира уже нет, дальше котел просто читается, убежали, и он убегает, ага, бкб, тп, аут, ладно, ну, в таких ситуациях, говорят, что големы потрачу, теперь, может, дойти в атаку, я, жалки, пика нет, и нет бы, нет, black hole, тоже нет, в атаку, идти, нет, нельзя, атаку, идут, про дота, идет, про дота, ну, как, это будет, серьезно, конечно, мешать, долго ли он, так, 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 ok, blast, хорошо, ой, 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 нет, подошли големы, вот они, четверо из ларца, так, прыгает, джакал, да, сзади, джайфор, и расстреливает, таки, не хватило немножко, видите, вот, оттолкнуть, отжигава, но, не суть, в общем, все равно бы он попадал, и в парашот есть, и, 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 падает один барак, и второй там тоже бед сразу же смещаются на нижнюю линию, так, колба полетела, причем вот так вот туда, очень далеко, только полкарта пролетела, два экрана, ага, еще обхивал, обхивал, очень серьезно замедляет вот всех тех, кто в нем стоит, а вообще двигаться не может, поэтому он на бласт прописывать или погибнет. Ох, еще подставляется, это чеширо очень больно, потому что уже он связан, ничего не сможет сделать, бласт накидал, и ультимейт взлетает в чешира, чайник там летает, рекавери, байбэк от антитопорейшена, будет рекавери, нет, бкб закончится, что его рекавери, барак сейчас погибнет, только что из таверны туда же возвращается. Что ж, трон богоподобен, честно, я не уверен, что он сможет что-то сделать. Казармы сил света на нижней линии разрушены. Не, хотя, смотрите, так, 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 байбэк, бласт растолкал всех, рекавери, больно рекавери, микростаны проходят, он погибает, три пылки, уже трон, слушайте, все-таки дело, трон, 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 замерз, трон отдает Аеги. Ну, попробовал сейчас его здесь запокусить, но есть у него еще и Сандер, 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 но, 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 но не получилось, но Сандер прожать, вот так вот, это-таки развалили они его, потеряв полторы стороны. Неистово там просто Нассандер ржал, но, но не получилось, хотя, может быть, все равно бы не выжил, но Хайк, кого-то, наверное, убить смог бы, как минимум. Что ж, в фантомке еще и башер привалило ей вот такое счастье, так что теперь она, конечно, дизейблит серьезно. Нассандер на 28, давайте график, наверное, проверим. Ну, как-то совсем грустно, видите, вот более-менее шло, 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 все на 5 тысячах, а потом решили подраться пару раз, и вот оно, сразу я пустил это 20-очки-то. Хотел с аппаратом крайне слабенький, аппарат, видите, Мидас не собирал, поэтому агонима ему не видать, зато у него есть, как бы, артец способный, тоже покалечить немножко, замедлить вас. Спасет ли это или не спасет? Ну, знаю, уже очень скоро. Так, котел говорит, ну-ка я сюда. Кого он там засамонил? Энигму засамонил. Раз еще кого-то засамонит. Там, во-первых, алхимик подходит, и можно попробовать там фантомочку. Ага. Ага. Два ТП, Лич. Так, Лич фортифицирует. Ну, как бы, как бы партифицирует Бар. Так, 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 иллюзия пошла в атаку. Ну, он понимает, наверное, что-то иллюзия, и бегут назад. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Как же очень-очень много боли! Так, Фуломек, Лайкотл, не получается знать, погибает Инигва. БКБ-рекорерь прожимает, и просто бежит назад, но его соскайдит и замедляет, соскайдит, пробивает БКБ, игнорирует его, и он ещё и встан вот от Мэдрима. Минус два! Ай-яй-яй-яй-яй! Что-то в центре, в центре, в центре! ОПАРАЙШНС ЛОВИЛ НА СЕБЯ ДВОЕ из ЛАРТСА! Привет, одинаковых с лица! иллюша иллюша люка вот они два иллюши бегут но очень много всякой грязи идию про доты иллюзии големы еще иллюзии вендренджер тоже надо можно грех здесь внести но когда у огоним мкп а ага ним чик выбирает алхимик но тут уже мега крипы как бы кому он огоним дал разрушены порешил до порешил дал но это уже бессмыслен на самом деле еще одни големы силы атакуют но когда так ведь и рандом он жесток рандом жесток друзья поэтому все всегда плачут про рейтинг что вот у меня команда такая плохая на все они так делают не так пикают ну вот вот он рандом вот такие герои были у аркейд вот такие были герою протана как бы